И возвращаемся к назначению исполняющему обязанности главы Угличского района. До этого Анатолий Курицин 13 лет был у руля Мышкинского района. Об ответственности, доверии и ностальгии спросим прямо сейчас. Анатолий Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Геннадьевич, вы были назначены главой Мышкинского района в 2004 году. Владимир Грифчухин, известный краевед, назвал эти годы «золотым веком». Маленький Мышкин становится центром различных развлекательных событий. Не только области, но и России, даже мира. Бесспорно, вот эти 13 ярких лет, что было особенно сложно? Ну, наверное, нужно сказать, что пришел новый руководитель не с Мышкинского района, а с другого, Углического. И, наверное, самое сложное было то, чтобы тебя поверили. То есть, чтобы мышкинцы тебя приняли в мышкари. Вопрос и философский, и практичный. Чему вас научил Мышкин? Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать, что придя с должности руководителя хозяйства, и руководить хозяйством – это одно, а быть руководителем района, конечно, это другое. Наверное, самое главное – это нужно общение с людьми. Это вот самое основное. И чему научили? Вот я благодарен Мышкину, мышкарям и даже мышкарятам, то, что они научили слушать и непосредственно принимать решения вместе. Не только, чтобы эта инициатива исходила от меня, что я вот пришел, я там самый главный, сейчас я тут все сделаю, я сейчас там тут сломаю, там что. А они вот именно научили любить свой малый город, любить свою малую родину. Анатолий Геннадьевич, расскажите, вот вы родились под Угличем, там работали, и вот новая веха, и снова Углич. Какие первоочередные задачи поставил перед вами Дмитрий Миронов в ходе своего недавнего визита в Углич? Самая главная проблема, которая сегодня у нас возникла по Угличскому району – это проблема вырубки леса. Соответственно, уже губернаторам приняты серьезные меры, и работа эта идет. Ну, моя задача как главы района – это держать на контроле, ну и, соответственно, вовремя реагировать на ту или иную ситуацию. Нужно сказать, что вторая проблема, она немаловажна, которая касается всех жителей города Углича – это окружная дорога, которая уже пришла в негодность. Вопрос – это левобережные части, это амбулатория, то есть мы прекрасно знаем, что случилось несчастье, был пожар, но у нас левый берег, он называется левым, он немножко оторван от центра города Углич, река Волга, но там живет немалое количество населения, и сегодня здоровье, оно важно для власти и для самих людей, поэтому также этот вопрос в ближайшее время будем прорабатывать. Даже не сомневаюсь, что проблемы Углича вы уже успели узнать глубоко. Можете назвать болевые точки? Ну, конечно, я как бы в курсе определенных проблем, которые сегодня есть на территории и города Углича, и Углического района, но я считаю, что будет как бы картина более достоверной, когда я непосредственно встречусь и с селянами, и с руководителем промышленных предприятий, и с общественностью. Сегодня основа самая и сила руководителя – это народ, это население. И когда ты чувствуешь эту поддержку, вот именно население, то ты на любом уровне, и даже там перед замом губернатора или перед губернатором уже чувствуешь какую-то твердую почву под ногами, и уже с такой серьезностью отстаиваешь ту или другую позицию, понимая, что за тобой-то стоит все-таки народ. Спасибо, Анатолий Геннадьевич, а я напомню, на прямой связи со студией был Анатолий Курицын, исполняющий обязанности главы Углического района.